Владимир Каш, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Не затрагивали тему с вами, но в силу моего отъезда в Воронеж ситуация связана с матом на российских стадионах, потому что пошел какой-то вал сообщений. Владимир Федотов обозвал Абаскаля клоуном, хотя возможно он и не Абаскаля называл, но говорил он в его сторону. Значит, у нас матерятся на поле, это прорывается в эфир, матерятся потом в других где-то возле стадиона. Что вы об этом думаете? Должны ли здесь подвергнуть наказаниям футболистов и тренеров? Как себя вести КДК? Да, Сергей, я бы хотел бы ослабить эту составляющую футбольную. Если мы микрофоны уберем подальше от линии, где в основном падают футболисты, это линия пределов футбольного поля, где идет, как правило, столкновение, и футболист получает часто тяжелые травмы и кричит матом, то мы этого и не услышим лишний раз. А так, как футболисты, или вы хотите сказать, что футболисты сегодняшней поры крепче ругаются матом, чем футболисты советской поры, это не так. А что, уже очень они были... Российские футболисты, я специально приезжал на Спартак, я вам неоднократно рассказывал, что я умилялся тому, как футболисты московского Спартака ругаются. Они же тренировались в мои годы, когда мне было 10, 12, 13 лет, московский Спартак, 14 лет тоже, московский Спартак тренировался на венгерских полях стадиона в Лужниках. А хоть скоро билеты туда не продавались, а можно пойти бесплатно, понимаете, у них тренировка начиналась в 12 или в 2 часа дня. Я приходил просто на венгерские поля, садился летом, в школе весной ты не пойдешь, а летом, вот именно с июня и по конец августа, летом, сидя на травке или сидя на пустых трибунах, там был-то человек 15-20, может быть, 30, которые глазели, как спартаковцы, тренинг, иной раз не пускали. Тренеры говорили, не надо, не надо пускать, но за ворота, за венгерскими полями, там пешеходные дорожки, там никуда не денешься. За воротами можно было стоять около бетонной парапета и слушать, как, например, великолепно Маслаченко ругался матом. Он не говорил, по-узски не говорил, понимаете, не говорил. А там вот были такие защитники, как, помните, Петров у них, по-моему, такой лысый совершенно, еще несколько футболистов, очень горячих, очень горячих, которые только-только матерились, только матерились, не потому, что они красовались своим матом, они просто о нем разговаривали, Сергей, это было нормально, но их никто не слышал на стадионе в Лужниках во время футбольного матча, потому что микрофоны стояли в другом месте. Вот и все, Сергей. Неужели Евгений Серафимович матерился? Евгений Серафимович много чего не делал, как человек, вы понимаете, его обошло счастье, человеческое счастье, он никогда не пил, никогда не курил, вот, никогда, видимо, не занимался тем, чем занимался наш прославленный футболист, которого застукали в своем номере, глядя на свой телефон, да, он просто не человек, он чистый, чистый, я имею в виду, вы понимаете, Артем Дзюбу имел в виду, да, понимаете, о чем я говорю? Потому что, когда вы говорите, Евгений Серафимович, вот, понимаете, это Бог, вот сидит Бог, понимаете, у него за головой, у него вот что-то нечеловеческое светится. Ну, я говорю, он ничего, он, я говорю, ну, как можно быть счастливым, если ты в жизни никогда не любил нескольких женщин? Когда, если ты никогда не любил выпить холодненького пива на стадионе, никогда не курил сигару, опуская кончик дорогой кубинской сигары в бокал с коньяком, он этого никогда не делал, Сергей. Так. Но его все время спрашивают, он говорит, вот я, вот я, я бы никогда этого не сделал, вот я, я никогда не сделал, ну, простите, ну, если вы не делали, но это не значит, что этого нет, понимаете, если вы никогда, Евгений Серафимович, не ездите в метро, то есть не значит, что метро в Москве отсутствует, понимаете. Вы все время на БМВ на своем разъезжаете, с передачи на свою дачу, вот. Ну, простите, у вас такой образ жизни, а у других другой образ жизни, и они счастливы себя чувствуют. Ну, то есть вы не видите какую-то проблему вот в этой истории? В Премьер-лиге, то есть на нее особым образом не надо реагировать. Сергей, вы знаете, мне иногда кажется, что мы высасываем из пальца проблемы. Что-то в сердцах сказал Федотов. Ну, бывает в футболе, в сердцах таких слов наговорят, а потом стыдятся всю жизнь. Как же они такое дело сделали? Такое бывает? Бывает. Ну, не надо Сергею придавать этому значение. Иной раз он очень порядочный человек, неожиданно высказался, вдруг неожиданно высказался, очень грубо, даже не матом, но очень грубо, по отношению к другому человеку. Он это не хотел, но его тут же берут в такой оборот, что просто, ну, все, это вот, понимаете, он думал все время, вынашивал эту фразу, обыгрывал ее, подбирал слово, и, наконец, он сделал то, что он мечтал всю жизнь сделать. За это его надо казнить. Да, конечно, не надо, Сергей. Но мы люди, и я вообще очень ценю в людях, Сергей, человеческие черты. Человек должен оставаться человеком. Понимаете? Тогда это будет чувствоваться, что это человек. А если он бог, ну, давайте скажем, что он не человек, а бог. Вот про Евгения Серафимовича сказали. Да. Ну, пусть будет богом. Понимаете? Ну, мы же говорим про людские чувства, людские недостатки. Ну, да. Владимир Николаевич, вот вы заговорили про Дзюбу, высказался бывший президент РФС Вячеслав Класков, обозвал его мертвым футболистом и велел забыть про него. Кому он здесь нужен? Я бы вот хотел бы. Он может мечтать уехать в Англию, но кому он реально нужен? Да, Рубина его приглашала, что кому он нужен? Все, нет уже Дзюбу, он уже мертвый футболист. Помните, как Николай Ставерстин говорил, кто сгорел, того не подожжешь. Все, он уже сгорел. Я давно на него поставил крест, и вы забудьте про него. Эрспорт Вячеслав Класков. Что вы об этом думаете? Вы знаете, я все время мечтал, чтобы мы забыли про Вячеслава с Класкова. Ну, пришел, было в Советском Союзе, были 90-е годы, где не удалось Класкову протоптать дорожку в кулуары, высокие кулуары первых людей страны. И из-за этого он лишился вот этой поддержки. Я думал, что его фамилию, его имя забудут. Понимаете? Ну, до сих пор не забыли. Для меня это странно. Но как этот человек смеет сказать на капитана сборной России по футболу много лет, на орденоносца нашей страны, на любимца Владимира Владимировича Путина, понимаете? А он заслужил эту любовь, этот футболист. Какой-то Класков, который сам никогда не играл в футбол, который зарабатывал очень хорошие деньги в 90-е годы и в другие годы на себя, отрабатывая свой интерес в FIFA и UEFA. Вдруг унижается до такой степени, что начинает высказываться по поводу Артема Дзюбы, хотя он уехал в Турцию и зарабатывает там деньги, там ему платят, а не здесь, у нас. У нас очень мало футболистов, которым очень много платят в других зарубежных странах, в валюте. Вот один из которых является Артем Дзюба. А то, что Артему 34 года, говорит еще и о том, что он в свои 34 года играет настолько, насколько ему платят. Вы же знаете, Турак, они, если плохой футболист, они ему ни за что не заплатят. Ну, просто ни за что не заплатят. Это турецкое мышление и тому подобное. Вот, тем не менее, они ему платят. Понимаете, значит, он заслуживает. И вдруг Класков делает такие странные заявления. И более того, мною уважаемые журналисты разносят разговор, высказывание Класкова. Мне бы хотелось сказать Класкову, слушай ты, заткнись. Заткнись, старик. Ну, у тебя, если голова соображает, ну, сделай усилие над собой, не высказывайся по этому вопросу. Ты не прав. Понимаешь, ты не прав. Этот футболист заслужил добрых слов. Да, я знаю, что очень кое-кому, а может быть, даже и очень многим нашим болельщикам не нравится Артем Дзюба. Но Артем Дзюба заслужил миллионы наших болельщиков в разных городах нашей страны, как приходили на стадион с детьми, чтобы дети увидели Артема, как он играет, как он забивает и головой, и ногой, как он двигается. Это была значимая фигура. И смеяться над ним, это все равно, что как смеется наша прославленная фигуристка в прошлом, в прошлом, которую совсем бы забыли, если бы ее не выбирали все время в Госдуму. Что она там делает, я не знаю. Она все время надрывно кричит, что она ненавидит российский футбол и советский футбол. Вообще, слово футбол она ненавидит. Наш, наш, в ногах наших футболистов. Понимаете, это не футболисты, это что-то ничтожество. И она, не стесняясь, об этом говорит, как политический деятель. Ей не страшно. Потому что, видимо, у нее есть поддержка. Кто-то ее поддерживает. Кто, я не понимаю. Но кто-то, видимо, поддерживает, потому что ее три золотые медали на Олимпийских играх в Советском Союзе что-то имеет в сегодняшние годы. Ну вот цитата, Владимир Николаевич. РБ-спорт, мне 73 года, моя нелюбовь к футболу столько и длится. 73 года. Да. Думаете, отношение изменилось? Нет. Мне некоторые другие виды спорта не нравятся. То, что я видел на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору. Но российский футбол я даже не пытался посмотреть. Зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю. Меня не цепляет. Я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло. Вы знаете, а цепляет ли ее вообще понятие россиянин? Я вообще удивляюсь, почему она из Соединенных Штатов уехала. Видимо, просто ей кто-то пообещал, что она вернется оттуда и сядет в кресло, в курильное кресло Госдумы, будет получать большую заработную плату, ничего не делая. Так. И будет клеймить наш футбол самыми безобразными словами. А мы с вами будем хлопать глазами и говорить, вот какой смелый человек, какой настоящий политик. Ну, что я могу сделать? Я смеялся над тем, когда она в 80-х годах в Верховном Совете заседала. И смеюсь сейчас, когда она продолжает сидеть в Госдуме. Человек недалекого ума совершенно, понимаете? Более того, человек, который много лет подряд говорил, как ей нравится жить в Соединенных Штатах Америки, потому что там доллары, а у нас деревянный рубль. Ну, что я должен о ней говорить? Я когда в Госдуме бывал, я пытался сделать вид, что я ее не просто рот не открываю, а такая великая спортсменка. Я просто делал вид, что я ее не замечаю. Для меня не существует этот человек, Сергей, понимаете? Я не уважаю этого человека. А вы мне все время пытаетесь сказать... А причина не уважает, Владимир Николаевич? Понимаете, человека уважают за то, что он рассуждает здраво. Понимаете? Дело в чем? Я бы про нее вообще сейчас не стал с вами обсуждать, если бы она не была членом Государственной Думы. Так. Член Государственной Думы – это уважаемый человек нашей страны. Он представляет наши управленческие кадры страной. И вот этот человек, который управляет, вдруг высказывается, так непотребно по отношению к нашему футболу. Так. А вы меня спрашиваете про нее. Я говорю, если она хочет прикрываться своими тремя золотыми медалями, полученные в 70-е годы Советского Союза, понимаете, с тех пор так много прошло времени, что даже про Артема Дзюбу, который два года назад был лучшим футболистом страны, она и Колосков высказываются в таких непотребных словах, что он уже умер. Как он умер, он играет. Вы его возьмите за сборную. Он будет лучше, чем играть, чем кто-либо в наш центральный. Или вы считаете, что Федор Смолов лучше играет? А чем вам не угодил Федор Смолов? 100 голов российского футболиста? Нет, нет. Просто Сергей, я хочу сказать, что Федор Смолов играет за сборную нашей страны. Если его сейчас убрать, и на место его поставить Артема Дзюбы, наша команда, качество игры нашей команды не изменится. не изменится. Он не на голову лучше играет, чем Артем. Не на голову. Понимаете? Я вот что хочу сказать. А не в том, что мне нравится, что мне не нравится. Я могу... Да приведите пример другого нашего центрального нападающего вместо него. У нас пока... Камличенко? Что вы хотите сказать, что Камличенко лучше, чем Артем Дзюба, что ли, играет? Сергей, ну я... Мне как-то даже обидно слушать от вас. Ну, поймите, ну он хороший футболист, но это не значит, что он лучше, чем Артем Дзюба. Артем Дзюба, на нем три, трое человек висело. Великий тренер локомотива Юрий Павлович Семин говорил, когда «Зенит» выиграл с крупным счетом локомотива, он сказал, ребята, поймите меня, локомотив мог бы обыграть «Зенит», но у «Зенита» есть Артем Дзюба. Это не я еще раз говорил, это говорил Юрий Павлович Семин. А мои защитники, мои защитники, а в то время у Юрия Павловича, были лучшие защитники. Мои два центральных защитника, здоровенных как лошади, под метров девяносто ростом, не могут у него, с ним ничего поделать. И внизу, и вверху. Он и быстрее внизу, он и выше вверху. И только повторяю эти слова. Как быстро мы их забываем. Всего-навсего. Как мы их быстро забываем. Сережа, и даже Андрей Аршавин, Андрей Аршавин как-то год назад сказал, а ведь Андрей Аршавин очень амбициозный человек, он никогда не любит, чтобы кто-то посмел сказать какое-то слово, возвышающего другого футболиста выше, чем он. И даже Аршавин, Андрей, сказал, вы понимаете, очень тяжело в нашем футболе найти центрального нападающего, который бы в течение трех лет подряд считался лучшим футболистом страны. Да. Понимаете, это сказала, а мы тут же забыли. Понимаете, Сергей, и смеемся над этим футболистом. Да, задело вас высказывание господина Колоскова. Не только Колоскова. Меня, я же вам привел пример, пожалуйста, и наша прославленная фигуристка смеет говорить о нашем футболе. И я же вам привел пример и Андрея Аршавина, который восторженно говорил про Артема Дзюба. Восторженно. Он говорил, поверьте мне, он что говорил на передаче? Он говорил, вы поверьте мне, я футболист Зенита. Я знаю, что такое. Не только Зенита. Да. Я знаю, что это такое. Что такое три года подряд быть центральным нападающим лучшим футболистом страны. На котором все время висят, просто висят два или три защитника. Понимаете, не давая забить. Не давая забить. Вот что значит Артем Дзюба. Владимир Ильич, вы упомянули Юрия Павловича Семина. Да. Потому что власть в локомотиве сменилась. И новый руководитель клуба, господин Нагорных, сказал о том, что, возможно, он будет встречаться с Юрием Павловичем, но не рассматривает его на пост главного тренера. Что вы об этом думаете? Ну, знаете, в Соединенных Штатах Америки палату представителей возглавляет Нэнси Пелоси. Ей 82-й год. Она на высоких каблуках ходит. На высоких каблуках ходит. Но она когда идет, она покачивается. Понимаете? Потому что 82 года. Но она возглавляет. Это смешно. Президент Соединенных Штатов помоложе ее на три года. Но проблемы с памятью доводит до истерики тех людей, которые над ним издеваются и смеются. Что, говорят, он только мороженое может есть. Больше ничего он делать не может. Понимаете? Больше ничего делать не может. Юрию Павловичу под 75 скоро. Вот-вот. Юрию Павловичу предлагать должность. Я понимаю болельщиков московского локомотива. Им хочется, чтобы команда играла в классный, быстрый, хороший футбол. И Юрий Павлович для локомотива сделал очень много. Ну, 75 уже в этом году исполнилось. Уже не вот-вот, а 75 в этом году исполнилось. Я просто не слышал победных реляций в его сторону. Ну, видимо, скромно. Как-то так. Да, не заметил. Потому что когда я Валерию Кузьмичу не помню, чем был 75, и я ехал в метро, все газеты писали 75-75, и я помнил, что 75 Валерию Кузьмичу. И я звонил Валерию Кузьмичу, поздравлял. А Юрий Павлович Семен, я не видел вот таких вот, что там. А он очень заслуженный тренер. И много сделал для локомотива. А почему Владимир Михайлович не рассматривает его, на ваш взгляд? Да потому что не может быть тренер в преклонном возрасте, тем более с задачей. Но я бы понял, если бы ему предложили место главного тренера, Сережа, в «Зените». Почему? Как говорили, знаете, в таком, ну помните, когда с Сергеем подтрунивали, да? Симаком? Симаком. Говорили, в этой команде, и без него команда станет чемпионом. Понимаете, поэтому, ну, можно Юрия Павловича пригласить в «Зенит», чтобы он сел и сидел. Да. Понимаете, вместе с руководителем «Газпрома». Ну, надо работать. В локомотиве надо работать. И, Сергей, ну вы же сами мне только что сказали, как тяжело ехать на поезде в Воронеж. Тяжело. А на автобусе еще тяжелее. И вот Юрий Павлович Семин в его преклонном возрасте будет ездить то в Воронеж, то... А вообще как? А ехать... Как же здорово все-таки ехать в Ростов. В Ростов. Туда и обратно. Понимаете, что Юрий Павлович заслужил, чтобы в таком возрасте ездить туда, туда-сюда, туда-сюда. Владимир Павлович, ну ведь душа рвется. У него? Да. А если с ним случится то, что случилось с великим тренером Валерием Лобановским на поле? Ну, Владимир Павлович, знаете, если бы у кого-то... Ну, Сергей, ну вы поймите, ну поэтому, ну ведь все, для этого надо... Вы знаете, у меня консьерж. Вы когда проходили консьерж, вы, наверное, обратили внимание, да? Я вам говорил, что до смешного он меня на днях остановил в забывчивости. Ему 83-й год. И он мне говорит, Володь, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Ты знаешь, бывает у меня возраст, возраст. Ты представляешь, я сейчас стал думать, никак не могу вспомнить, кто в 59-м году был центральным нападающим Спартака. Он мне на абсолютном серьезе меня спрашивает, кто в 59-м году был центральным нападающим Спартака. И мне было стыдно перед этим человеком, я не помню, мне 66, и ему 93, понимаешь, Сережа? Но это не значит... Мы посмеяться можем, Сергей, посмеяться можем, но вообще-то, вообще-то, если ты берешь консьержа человека старше 65-летнего возраста, ты начинаешь отвечать. Ты, кто берешь, кто берет его на работу, ты отвечать не он за себя, если с ним что-то случится, а ты за то, что ты взял человека в преклонном возрасте. И ты хочешь, чтобы руководство РЖД взяло на работу человека в уважаемом возрасте, а если с ним что-то случится, кто будет за это отвечать? Сергей, вот здесь вот вопрос очень тонкий. Очень тонкий вопрос. Я понимаю, что Юрий Павлович Семин не пьет, не курит, ест только свежую рыбу, следит за собой безукоризненно, но видно же, что в нем, он же по бровке бежит, он сердится, он волнуется, но может в любой момент быть, но я не хочу сказать инфаркт, но инсульт, у него же с пальцами иногда, вы же обращали внимание, аж пальцы перекручивает на руках, в любой момент может случиться инсульт. Кто за это будет отвечать, Сергей? Ведь в этом вопрос, а не в том, вот ребята говорят, да ладно, возраст, Юрий Павлович еще-то все, но в любой момент может случиться так, беда может случиться, надо беречь людей. Владимир Николаевич, еще один важный момент применения к локомотиву, ведь вопросы задавались, что будет дальше, что с теми, кто растратил бюджетные деньги, огромное количество миллиардов, потрачено на футболистов посредственных, и как бы вот я задал вопрос, будет ли разбирательство, у Сергея Вадимовича Степашина спросил, он говорит, но если хотят, то пусть разбираются применительно к локомотиву, а господин Нагорных ушел от вопроса, хотя я задавал эти вопросы. Почему так? Почему, допустим, не купить 4 Сапсана, а футбольный клуб локомотив, пускай живет на эти деньги, которые сам заработают, как все мы живем. Почему так, Владимир Николаевич? Сапсан стоит очень дорого. 3,5 миллиарда рублей, Владимир Николаевич, я посмотрел. Молодец, но дело в том, что его надо еще эксплуатировать очень дорого. Давайте купим. Просто купил железку, она стоит, пусть ездит. Хорошо, давайте купим 2 Сапсана, и останутся денег на эксплуатацию. Вот, это очень дорого стоит, очень дорого стоит это. Ну, поэтому, Сергей, вы знаете, кто же сказал? А, это ваш непосредственный любимый, любимый эксперт, которому вы постоянно апеллируете. Андрей Червиченко. Андрей Червиченко, да. Что же он сказал? Он в недавней передаче с вами сказал, Сергей, я больше всего не люблю в людях одно.